Всем-всем привет! И сегодня я снова снимаю блог. Сегодня у нас суббота и мне нужно съездить в институт, взять справку-вызов на сессию, но я еще не знаю, буду ее оформлять или нет. И также я хочу сходить в разные магазины электроники, так как я собираюсь купить новую видеокамеру. Да-да, наконец-то я буду это делать. И именно хочу купить именно видеокамеру и просто хочу посмотреть, вообще сравнить модели, какую лучше выбрать, какая больше мне подойдет и так далее. Также еще нужно будет купить микрофон, потому что честно вы жалуетесь на то, что плохо слышно в моих видео, но возможно это скорее всего из-за камеры, потому что сейчас я снимаю не на самую лучшую камеру и думаю, что там звук тоже далеко не самый лучший. Но все равно куплю микрофон, думаю так будет качество еще лучше. Так, что я хотела еще сказать, вообще вот посоветуйте, как вы думаете, стоит, я вот тут задумалась, то что я что-то в последнее время как-то слишком много снимаю блогов. И я так подумала, может быть нужно создать отдельный канал именно для блогов, или же этого делать не стоит, лучше все на один канал, чтобы таким образом канал будет наоборот более разнообразный и интересный, или же лучше создать отдельный канал для блогов. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом, как вы считаете, вот, я наверное больше склоняюсь к тому, что лучше оставить один канал и на нем выкладывать разные-разные видео вообще, которые только мне захочется, вот, или же лучше создать отдельный канал, ну, наверное, все-таки оставлю один, но напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно почитать ваше мнение на этот счет. Сейчас я приехала в институт. Вот так выглядит институт из окна туалета. Да-да, я в таком злачном месте. Это такой дворик, где летом выходят студенты и сидят на этих лавочках, кто-то курит, кто-то просто сидит. Это бывшее здание монастыря женского. Ничего интересного. Сейчас пойду заберу свою справку, вызов. И узнаю кое-что, что мне нужно. Спускаемся сейчас на второй этаж. Вернее, он на самом деле как бы первый, но первый этаж здесь подземный. Подвольный. А это как бы типа второй этаж. Ой, девчонки, как всегда в этом институте какие-то проблемы. Опять что-то не так мы сдали, не так что-то сделали. В общем, какой-то ужас. Уже надоело мне учиться, сил наибольше нет. Ой, когда это уже все закончится. Вот так мы видим. кстати, если вот в предыдущем своем обе я говорила о китайских вещах то, что многие из них абсолютно мне не нравятся и я их не ношу, то, конечно же, есть и исключения например, опять же, вот эти джинсы сайта Sheinside так же, как и вот это пальто тоже сайта Sheinside и эти вещи очень-очень хорошего качества джинсы очень классно сидят, очень круто смотрятся намного лучше, чем в каких-либо магазинах можно приобрести и так же это пальто, оно тоже замечательное просто вот сижу, жду своего куратора опять ничего не ясно, ничего не понятно когда что сдавать когда уже закончится эта учеба схожу с ума уже прошло, наверное, минут 30 а я все жду, жду больше нет моих сил но что делать? слава богу, отдали мне мой документ и иду я на машину и иду я на машину иду я на машину Продолжение следует... 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 лежит. А вот этот нужно научиться завязывать. Но мне очень нравится, как он смотрится. Мне кажется, просто обалденно. Вот такой вот маникюрчик у меня получился. Сейчас, наверное, плохо видно. При искусственном освещении гораздо красивее. Такой темно-синий лак с мелкими блестками, таким, ну вернее мелким шиммером. И вот на этих многоточках такие вот блестки, как я и сказала, при искусственном освещении очень-очень красиво переливаются. В общем, я абсолютно не знаю, как называется эта процедура. Но мы на волосы наносили такой состав, вернее, лечебный, если можно так выразиться. Этот состав похож на краску для волос, вернее, как бы это и есть краска для волос, только это лечебная краска для волос, которая бесцветная. То есть она бесцветная, называется кристальная, она не дает никакого конкретного цвета, она, ну как бы не придает прям цвет волосам. Она может лишь немножечко, она немножко убивает желтизну, например, если на блондинистые волосы наносить. Но на таких других волосах она никакого цвета не дает. Но зато она дает вот такой вот нереальный блеск. Надеюсь, что вам это видно. Вот волосы сейчас выпрямлены, извините, утюжком. И вот такой вот блеск невероятный. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok